Всем привет дорогие друзья, подписчики и гости моего канала, с вами Хоакин и сегодня мы ребят поиграем в демо версию будущей новинки под названием Anthology of Fear. Ребят, если кратко о игре, то это хоррор, где наш главный герой должен разыскать своего брата, к сожалению полиция бездействует, поэтому ему придется разобраться во всем самому. Ну что ж, давайте начнем играть и посмотрим, что же представляет собой будущий хоррор. Ребят, к сожалению игра на английском языке, хотя в стиме было написано, что в игре есть русская локализация, но тем не менее мы с вами я думаю справимся. Ну что ж, погнали! Покинь машину! Какого черта происходит? Так, ну давайте разбираться, нам нужно покинуть машину. Так, ясно, открываем дверь. Черт, что же произошло? Мы попали в аварию? По всей видимости да, ребят. Что это за странное место? Так, у нас где-нибудь есть какая-нибудь инструкция? Да. Так, смотри это место. Хорошо. Так, ладно. У нас есть какие-нибудь подсказки? Какой-то безлюдный райончик-то, да, ребят? Ага. Так, что у нас тут? Ну, типа, смотри эту местность вокруг. Так, я не помню, что когда-нибудь проезжал через этот район. Черт, я даже не помню, как управлял машиной. Я не вижу здесь никого, но может быть я смогу найти что-то, что мне поможет. Или кто-нибудь мне поможет. А может быть ты умер, а попал в аварию просто и ходишь, скажем так, в потустороннем мере. Ну ладно, давайте осмотримся. Действительно, никого нет на улице. Хотя нет, вот там кто-то стоит. Анит Хелл, помогите мне, да? Это манекен. Вряд ли он нам поможет. Как же я соскучился по манекенам. Давно их не было в играх. Так, упала голова. Так, а вот там кто-то стоит. Еще один манекен. Такое чувство, что они как будто дают какую-то подсказку. Кто-то звонит, кто-то хочет поговорить со мной. Так, я чувствую себя не очень хорошо, глядя на этот телефон. У меня такое чувство, что мне следует держаться от него подальше. Окей. Так, ну мы не посмотрели, что там за манекен стоит. А я думал, кто-то нас потерял, звонил. Ну, она как-то зловеще на меня смотрит. Это как-то зловеще все выглядит. Так, мы подобрали с вами монтировку. Откройте дверь. Какую дверь? Пока не ясно. Сейчас разберемся, ребят. Может, я-то в проулках здесь что-то есть? Кто-то что-то сказал. Так, давайте разбираться. Наш главный герой искал своего брата. Никто ему не хотел помогать. Полиция, видимо, была бессильна. Но где он искал? Где он начинал свои поиски? Мы не знаем. Но по всей видимости, он попал в аварию. И сейчас все, что происходит, возможно, ему просто-напросто кажется. Можно сейчас находиться вообще в бессознательном состоянии. Hello. Привет. На что ты мне указываешь? На дверь? Точно? Мы открыли дверь. И осмотрели эту местность, да? Так, нужно посмотреть, что здесь внутри у нас. О, лифт открылся. Блин, восстановите питание лифта. Генератор сломался. Я не думаю, что здесь достаточно топлива, да? Значит, там нужно идти топливо, чтобы заправить его. Ну, нужно, наверное, сбегать в нашей машине. Возможно, только там и найдем топливо для лифта. Для генератора. Так. Но тут... Ничего ценного, по всей видимости. Ну да. Здесь ничего ценного. Он говорит, что здесь... Я не помню, что в багажнике было бы столько мусора, ненужного хлама. По сути, значит, мы должны искать где-то в другом месте. Но топливо, где может быть топливо? Топливо может быть только рядом с автомобилем или где-нибудь на заправке. Ну, или на складе. Но складов здесь мы не видели. Видели еще один автомобиль. И мне помню, что там вроде бы какая-то канистра была. Да, кстати, манекен пропал. Кто так дышит? Тяжело. И другой манекен тоже пропал. Да, смотрите, канистра. Теперь мы можем... Тебя, только что здесь не было. Чёртов манекен. Ладно. Сейчас мы восстановим. Вы использовали полную канистру и заправили генератор. Теперь вы можете подниматься куда хотите. Чёрт знает, что за заставка была. Нифига не ясно. Что это за чёртово место? Так, осмотри это место. Ну ладно, смотрим. Свет оставим. Таблетки какие-то. Походит на какую-то гостиницу или общежитие. Но тут ничего нет, ребят. Ого, за исключением какого-то странного рисунка. Девочка с мишкой. Как будто призрак какой-то, да? И подозрительно тихо. Так, ну понятно, пока ты открыть это не можешь. Ага, открыли. Это хорошо. Пианино. Что за какие-то там крема, не знаю, парфюмерия. Ну у нас неплохо получается играть. Ладно. Давайте дальше осмотрим эту комнату. Так, это место не подходит для отдыха, да? Но я считаю так же, что это место для отдыха не подходит. Очень странные звуки. Все закрыто. В игре очень странно сделана, скажем так, функция взаимодействия с предметами. Ты вот смотришь, например, и выделяешь мышкой на что смотреть. Часы остановились, да? На 3.03. 3 минуты четвертого. Ну это нам еще о чем не говорит. Так, а что у нас? Ну тут ничего интересного, это понятно. Вот. Это уже интересно. Так, лифт доставил меня в это место. Это похоже на какой-то подземный комплекс. Я не имею понятия, что меня здесь ждет, но здесь я чувствую себя в большой безопасности, чем снаружи. Лифт не позволяет мне двигаться дальше, так что я лучше осмотрюсь. Смогу ли я найти здесь какую-нибудь помощь? Ну я не знаю, живых людей я пока не вижу, но и мертвых нет, только какие-то манекены нам встречались. Очень странное место, конечно, да? Я говорю такое чувство, что наш главный герой находится в какой-то коме. И все это ему кажется. Но, возможно, я ошибаюсь. И это все происходит наяву. Ну вот дверь уже закрыли. Дверь внезапно закрылась, да? Ну, по всей видимости, здесь нет кнопки, и я не знаю, как открыть этот лифт. Эту дверь лифта. Так, закрыто тоже, да? Тут тоже ничего интересного. Нафиг, закроем. Ну, я не знаю, если говорить, что тут в этом месте безопасно, я с ним не соглашусь, это какое-то странное место. И вот это что такое? Дерьмо. Это напугало меня до смерти, что это, черт побери, было. Кухонная доска. Здесь ничего интересного, да, вроде? Ладно, выдвигаемся дальше. Я, ребят, не могу понять, а в игре было заявлено, что русский язык есть, ну, по крайней мере, в стиме. Возможно, то, что это пока что только демка, и из-за этого русский язык не присутствует. Но на релизе игры, наверное, все будет нормально. Будем надеяться. Сейчас, ребят, очень много игр. Не имеют русскую локализацию, поддержку. И это очень печально. Ладно, я не знаю, что тут делать. Нужно, видимо, возвращаться обратно. По всей видимости. Двери закрыты. Нет, может быть, я упустил что-то в той комнате, я не осмотрел до конца. Здесь потому, что мы уже были, все смотрели, и ничего интересного, в принципе, нет. Но пока, честно сказать, я не ощущаю такой, как бы, хоррор, да? Вроде бы, как-то все смотрится жутковато, но, блин, чего-то пока не хватает. А вот, смотрите, мы нашли маленький ключ. Нет, это фонарик. А почему я прочитал, что мы нашли маленький ключ? А нет, действительно, мы нашли какой-то ключ. Я нашел какой-то ключ. Он лежал на столе, как будто кто-то хотел быть... Кто-то был уверен, что он забудет о нем. Я не знаю, что может открыть этот ключ, но, судя по его размеру, я думаю, что он должен подходить к какой-нибудь двери. Может быть, это стоит проверить на какой-нибудь, как раз, двери. Ну, тупо... Ох ты, люстра зашевелилась. Ну, давайте тупо пробовать просто, наверное. Пытаться открыть каждую дверь и... О, началось. Вот только что я говорил, что как-то больно тихо в игре. Мы использовали маленький ключ. И что-то началось. Блин, дверь открылась и закрылась. Так, ключ-то я уже использовал. Ты слышишь меня? Кто это оставил? Сообщение для чего? Так, давайте пробуем включить. Это какой-то шифр? Закрыто? Ух ты! Что за леди стоит такая тут? Какого черта было? Я нифига не понял. Ну, по всей видимости, меня должны были сейчас напугать, но не напугали. Так. Вроде бы все тихо. Но там вот, смотрите, здесь ничего нету. Какой-то манекен вроде бы тут стоял, мне показалось. Черт его знает, что делать нужно. Блин, я не успел там прочитать что-то было. Так. Пока не совсем ясно, что нужно делать. Может вернуться? Ух ты! Лифт открылся. Возможно, мне стоит, да, прокатиться на нем. Окей. Да. Непонятно, что происходит пока. И при чем тут вообще манекены, да, в этой всей истории? Интересно, как давно пропал. И что творится вообще сейчас с нашим героем? Мама? Что происходит? Почему ты плачешь? Это было воспоминание какое-то? Пока непонятно. А, найди свою дочь. Я должен найти ее. Так, а при чем сейчас дочь нашего главного героя, если он отправился на поиски своего брата? Давайте оставим музыку. Давным-давно жила маленькая девочка. Ее звали Эмили. И она рисовала кистями. Живопись была ее миром. Искусство всегда было ее в мыслях. Она любила животных. Больших и маленьких. Независимо, какого они вида. Это, видимо, про его дочурку, да, рассказывалось? Наверное. А может быть и нет. Ладно, продолжаем искать ее. А, кстати, что у нас в инструкциях? А, найдите свою дочь. Где моя дочь? Она не могла заблудиться. Я все время наблюдал за ней. Никто не мог причинить ей боль. Никто не мог. Я бы этого не допустил. Она должна быть где-то здесь. Ну да, интересно искать брата. В итоге сейчас ищем дочь нашего главного героя. Интересно все это. Странные шумки. Так, головоломка, что ли, какая-то нет? Так. Похоже, здесь чего-то не хватает. Но у меня нет ничего, чтобы сюда что-то положить. Но здесь, по всей видимости, не хватает кубиков, ребят. Мы же видим первый кубик. Я не могу его пододвинуть. Двинуть. Не хватает кубиков? Элементарно, да? Где ты? Искать кубики надо, по всей видимости, ребят. Открыли дверь. Отлично. Найти кубики, составить какую-то головоломку. Так. Так, мама, посмотри на этого белого кролика. Он сияет. Ты обманываешь Эмили. Ты ублюдок. Непонятно. А, вот. Понятно теперь. Так, ладно. Что нам нужно? Эти кубики какие-то, да? И найти дочку. Как мы ее найдем? Не ясно. Нужно что-то двигать с кубиками там или кролик. Прости меня. Мне очень жаль, да? Вот кубик мы нашли. Ну, тут надо слово составить. Наверное, кролик будет, скорее всего. Раз мы там читали. Потому что, смотрите, как раз, да, подходит. Игрок на конце. Так, значит, надо еще найти пару тут этих... Ну, тут просто все, ребят, в принципе. Если бы русская версия была, было бы еще проще. Но это сюда не подходит кубик. Его убрать бы, как-то, честно сказать. А двигать-то нельзя их, да? А почему я думал, что бани? Значит, нет, не бани. Или я неправильно поставил? Двигать их нельзя, смотрите-ка. Да ладно, разберемся сейчас. Кубики найдем, натыкаем там и... Пойдет дело. Разберемся, ребят. Разберемся. Я просто не понимаю, сейчас у нас, в каком мире живет. Находится наш главный герой. Может, все это ему кажется просто. А, ребят. Я говорю, состояние, может быть, комбинент... Ах... Потерял сознание, может быть, сейчас находится в коме. И все это ему просто-напросто кажется. Так, в лифт нам точно садиться не надо. Нам нужны эти кубики. Еще два кубика. Если я правильно считал. Да, два кубика. Вопрос только, где их найти? Вот еще один кубик нашли мы. Здесь закрыто. Но, возможно, мы где-то находим, потом они появляются. Вот еще один кубик мы нашли. Полная коллекция. Ну что, давайте слово собирать. Бани мы не соберем, наверное, никак. Я почему-то думал, что будет кролик. Но не бастард же. А почему, смотрите, еще вот как вот двигается, да, буква О? Интересно. Перенести никак нельзя. А, может быть, смотрите, Эмили нужно набрать буквы. Эмили. И тогда нужно... Вот, Эмили точно. Имя дочки нужно было набрать. А я думал, что кролика нужно набрать. Ладно, разгадали. Мы молодцы. Так, время еще не пришло открывать эту дверь. А, там какие-то создания странные смотрят на меня. Что это за звук был? А я подумал, секунду, что вы живые. И вы смотрите на меня так. Ну, я ошибся. Ого, стена-то как исписана. Почему ты покинул меня? Где ты? Где ты? Я люблю тебя. Что тут еще? Но тут можно очень много читать. Тебе это нравится? Почему-то отец меня покинул. Папа. Я ухожу. Почему ты это не сделал? Короче, много чего написано очень на стене. Но в основном надписи повторяющиеся. О, черт знает, что здесь. Закрыто все. Лишь бы кровать сейчас не жахнулась, пока мы тут ходим. Пока нет, все нормально. Эмили, ты здесь? Нет. Вряд ли она здесь. Ну вот добрались до туалета и там хоть и глаз смотрит на меня. Так. Это не то. Где ты? Ты меня помнишь? Ты помнишь, Элис? Помнишь историю Эмили? Нет, я не помню историю Эмили. Но ты можешь мне рассказать. Ты помнишь? Ты вспомнишь историю Эмили? Да не помню я. Кто такая Элис? Я тоже не знаю. Ой. Что нужно делать? Найти дочку. Да я к тебе не хочу обращаться. Да я понял, понял. Ты покинул Эмили, ты ублюдок. Так, а что мне нужно сделать? Мне нужно найти дочку. Но, блин, я не знаю пока как это сделать. Пока я в тупике, ребят. Мы шли-шли добрались за кого-то глазика. Нет, вообще искали ты изначально брата. Но сейчас наш герой еще дочь. Я не хочу вернуться назад или я хочу назад вернуться? Я не понял. Я не успел прочитать так. Но, по сути, там кто-то ходит. И нас вроде как заставляют вернуться назад. По всей видимости. Я хочу вернуться назад. А бесполезно, дверь уже закрыта. Все, мы назад уже не вернемся. Нам только напросто, если валить отсюда. А что так темно? Вот фонарик. Кто там балуется? Черт, я не знаю куда. А, вот, наверное, эта дверь теперь. Нет, время еще не пришло открывать эту дверь. О, кто-то плачет. Как они любят детские вот эти крики, детский плач. Так, здесь ничего не изменилось. Значит, нужно возвращаться. И смотрите, да. Шум становится все громче и громче. Ох ты, черт, что тут будет у нас? Телевизор? Ты помнишь? Нет, не помню. Я не хочу ничего покидать. Блин. Нужно ли что-ли нажать? Не ясно, ребят. Наверное, нужно сейчас вернуться опять к той двери, попробовать там открыть ее. Если, конечно, я же не что тут не упустил в комнате. Ну, говорит, время еще не пришло открывать эту дверь. Но и здесь делать уже по сути-то и нечего. Здесь я все комнаты уже осмотрел. Эмили, так я и не нашел. Так, там глазик закрылся в туалете и никак нас не хочет пускать. Ладно, мы идем дальше. Дверь пока не время открывать. Значит, что-то я упустил в той комнате. Что я мог упустить? Я, в принципе, вроде бы посмотрел, все пощелкал, что возможно. Но ничего не происходило. Смотрите, все закрыто. Может, нужно приставку врубить? Так, это мы читали уже. Вырубай. Так, это мы все уже знаем. А нет, ребят, этого не было. Так, однажды разразилась сильная буря и прогремел страшный гром. Леди и ее лучшая подруга была там, чтобы она могла сдержать свое слово. И чтобы наша девочка не боялась. Мы пригласили друга поиграть. И с этой небольшой помощью страх перед громом исчез. А затем послышался громкий грохот. Все вокруг погасло. В доме раздался громкий крик, а затем плачущий звук. Но на этот раз это был не ее плач. Но вот так, как-то, ребят. Так, нужно, видимо, двигаться дальше. Жутко как-то все это, честно скажу я. Больше слушать же нам это не надо? Нет, не надо. Значит, нужно двигаться дальше. О, телек опять, смотрите. Я тебя не помню. Хватит уже мучить меня. Что, в лифт нужно сесть? Нет, в лифт не надо. Наверное, нужно все-таки добраться до той двери. Которую мы не могли открыть ранее. И пройти в следующую комнату. Не время еще, смотрите. Как такое может быть? Мы же вроде бы все сделали. Я люблю тебя. И все? Так, ну не уж что ли опять бежать к этому глазику? Он вроде нам уже нафиг не сдался. Так, здесь мы были, это не то. Так, ну мы бродим пока, да, по комнатам туда и сюда. Дверь там пока у нас закрыта. Здесь ничего нового. Ну попробуем сходить до того глазика. Может дверь откроется сейчас. Нет, смотрите, это бесполезно. Я люблю тебя. О чем ты говоришь? Так, это уже не интересно. Нам нужно что, с телевизором тем бороться? Да он нам нафиг в принципе сдался, да, так-то подумать? Ну включить может попробовать, надо еще раз его. Ну вот я сейчас хочу посмотреть, попробовать, да, но вот я смотрю, нажимаю и ничего не происходит. Ну и в лифта мы сесть и не можем запустить его. Поэтому я о каком-то, ребят, недоумении. То, что, что нам нужно делать? Ну и никаких новых подсказок нет. Так, это все не то, книжки не то. Так, и главный с телевизором-то не можем взаимодействовать с тьмой. Никак ничего не происходит. Вот смотрите, я сейчас вот выбираю, да, вроде пытаюсь что-то сделать, щелкнуть. Чего не происходит. Может быть вот рисунок нужно посмотреть. Ты подобрал рисунок, окей. Короче, нужно подбирать рисунки, по всей видимости, ходить по дому. Смотрите, да, телевизор нам дает подсказку, что где-то здесь должен быть еще один рисунок. Нам просто нужно повнимательнее посмотреть. Хотя нет, смотрите, телевизор исчез. Ну вот еще один рисунок. О, что-то открылось где-то, открылось или захлопнулось наоборот. Дверь закрылась. Так, давай сюда. Нельзя, да? Не время еще горит. Окей, подобрали еще один рисунок. Так, неужто ли нам нужно возвращаться? Так, что телек еще там показывает нам, да? Рисунки мы подобрали, а как их посмотреть, я не могу понять, ребят, вроде бы. Нет, непонятно, как их смотреть, честно сказать. Что они обозначают вообще. О, открыли. Сейчас, наверное, глаз нас будет мучить опять какими-нибудь своими баснями. Конечно, ты этого не сделаешь. Что ты за мать? Бесполезно. Сделай это правильно. Сделай. В смысле, а мы что, играем с женщиной, что ли? Я думал мужиком. О чем ты говоришь, да? Что нам нужно, выключать или щелкать? А я черта узнаю, от какой последовательности тут делать все это. Дверь открылась, но, смотрите, какие-то выключатели тут щелкать надо. Тут что-то ложить, наверное, надо. А вот рисунки, смотрите. Рисунки мы сделали, но... Теперь нужно последовать и несправильно сделать. Наверное. Наверное. Может быть так? Так. Так, так, так. Пока не понимаю. Это подсказка. Это как история была. Она рассказывала. А, вроде бы так, смотрите. Так. Так. И так. Нет? Тогда надо вспоминать историю, как у нас была. Вот так вот. Так вот. И так. Дверь не открывается, не хочет открываться нам. Видимо, опять нужно с глазиком поговорить. Поздравляю. Ты вспомнил о своем ребенке. Скажи это об этом, Элис. Что ты вспомнил? Ты вспомнил тот день? Ты не забыл? Ты выглядишь смущенным. Это не то, что было, чтобы об этом помнить. Это снаружи было темно. Не забывай, как все было на самом деле. Это была твоя вина. Это была вина Эмили. Вы оба заставили меня сделать это. Сделать что? Ты покинул Эмили, ты ублюдок. Спасибо еще раз за наставление, Глазик. Что ты много на себя берешь. Ух ты. Тишки. Трупы. Какого черта? Мертвые люди. Офигеть. Кто это сделал? Какого черта? Там голову всю смотрите. Разфигачили. Пополам разрубили женщину. Мне кажется, сюда пора убираться. Ну, ребят, а кто-то походу покончил жизнь самоубийством. Спасибо за игру. Ну, что ж, ребят, прошли мы с вами эту демку. И давайте подведем итоги. Ну, ребят, выглядит все довольно неплохо. Но, скажу честно, мне не хватило демки, чтобы полностью прочувствовать эту игру. Да, и, к сожалению, конечно, жаль, что в игре нет русского языка. Но, тем не менее, на релизе он должен быть. Поэтому давайте поиграем в эту игру еще, когда состоится релиз. И там уже сделаем окончательные выводы. Стоит ли проходить эту игру или же нет. Ну, а как вам, ребят, игра? Пишите в комментах. Мне будет интересно почитать. Ну, а с вами был Хаакин. Подписывайтесь на мой игровой канал. Ставьте лайк. Будем дальше проходить разные и не очень интересные игрушки. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok